А я дым охота посмотреть. Это у нас утро, 36 минут 9, 19 февраля. Видать как дым идет. Я увеличил здесь, одному нельзя, одному надо выбирать. Это наши ворота, вот они ворота, вот калитка, вот отсюда видно даже есть замок или нет замка. Вот он как за этим смотрит, смотри как она и видно дело что головой то она крутит. Я по низу веду, она за курсором гоняется, любознательная паля какая, а здесь ты видишь как все это видать. Мне интересно дым когда из трубы вываливается и идет, он сразу показывает что это не мертвая картина, а живая. Вот он дым идет. машина прошла. До этого вот этого места не было, вот оно это тогда было меньше так видно. Ну и тут видно все палочки, ведерочка стоит. Надежда Васильевна. А вон он где дым то идет, вон он. Оттуда видать его. Удивительное дело. Я сейчас посчитал про Чаушевску, как вон от соседей машина тоже выкатывается задним ходом. А до этого этого не было. нынче окошко дополнительное сделали. Как Чаушевску Америка, не хотели его уже, он никому не подчинялся. И убили. Он был тиран. Но для народа своего много сделал. Говорят, за сто лет никто столько добра не сделал. Он и промышленность поднял и все. И вместе с женой расстреляли без суда и следствия. Он когда там его уже зажали, он сунулся в Советский Союз, вертолет посадить. А тут отказали. И он понял, это конец. Дальше у него выхода не было. Одна из самых жестоких у него была тайны, служб, секуритата. И он больше всего надеялся. А тут армия поднялась, их живо подобрали. Не пишут только из-за чего началось. А началось из-за того, что священника с места на место перевели и бунт начался. А дальше люди митинговать начали, начали разгонять. Армия поднялась. Ну и все. А это уже конец. И он везде ездил. Боялся отравить у него простыни. Все с собой были. И когда приезжал туда, запломбированные у него чемоданы были с бельем. Еще раз проглаживали. Вот видишь, как смотрит, где она. И вот он с собой специально был у него рядом постовой, который со спиртом, сосуд со спиртом. Где я с кем здоровался после этого спиртом, чтобы микробов не было. Но, говорю, ты не зря. На него действительно готовилось сразу несколько покушений. Белье везде все менял, там пищу. И все равно не уберу себя. Напрасно бодрство и страж. Напрасно. Как к власти пришел. Все они одинаково. Приходят переворотом, потом не нравится, что его сбрасывают. Мы были в Румынии несколько раз. Но близко-то не знакомы. Румыны очень жестокие. В войну были где. Вот сейчас прочитал, я тут себе скопировал. Африканский корпус один воевал здесь. Конца края нету. В Италии подряд. Селение завоевывали. Селение большое было. 600 женщин. Это 600 женщин все изнасилованы. И бывает одну женщину насилили. 100, 200, даже 350 мужчин. Все разорвано. К утру умирают. Она кинулась девочку спасать. Девочки шесть лет насилуют. Девочки. Его насиловали, говорит, девочку. Все, изорвали меня. И тут подошел офицер и пристрелил дальше. Это войну такой корпус африканцев был. Я вам могу даже сейчас вам показать и какого числа, и какие войска, и как их отсюда вывели. Ну а советские-то что делали в Берлине? Это то же самое. Там изнасиловано было 150 тысяч, кажется. А они отдали на 50 часов. Как Жуков дал указание. Делайте, что хотите. Немцы-то этого не делали. Нигде про немцев этого не говорят. Заодно изнасилованы ее сразу к стенке. Он как, когда ярмак был, то его в мешок толкали на дно яртыша. Считаешь сегодня, это ужас, говорят. Они разбирали, то есть женщины, мужчины насиловали. Особенно малолеток всех. Они безбожники и дикари. Дикарское племя набрали. А им какая разница. Ну все, Павел, смотри. Дыму-то сколько. Ой, как дым идет. Вот так. Ну что, все, ладно. Я покажу потом тебе эту историю. Выключай, да? Да, конечно.